Давид Саслан, царевич Осетии Алании, муж и соправитель царицы Тамары, главнокомандующий войсками в период наивысшего расцвета феодальной Грузии. В связи со скудностью средневековых источников установить точное происхождение Давида Саслана крайне затруднительно. В соответствии с записанной лишь спустя 500 лет с момента смерти Давида Саслана версии, принадлежал к так называемой осетинской ветви Багратионов из рода Царазон и был сыном осетинского царя Джадарона. В 1187 году царица Тамара развелась с первым мужем Юрием, прозванного грузинами Георгий Руси, и он был изгнан из Грузии. Через год она вышла замуж за Давида Саслана, друга детства из династии Багратионов, воспитанного теткой царицы Тамары Русудан, сестрой Георгия Третьего. Есть несколько версий о происхождении Давида Саслана. Первый историк царицы Тамары, автор истории и восхваления венценосцев, пишет, Саслан был из числа сынов Ефрема, то есть овсов, приходясь родственником Русудан, будучи потомком дочери Давида Строителя, выданной замуж в Осетию. Второй историк Тамар, автор «Жизнь царя царей Тамар», пишет, что Саслан был сыном осетинского царя Джандара, который происходил из грузинской династии Багратионов. Историк грузинского царя Лаша Георгия, который был сыном Давида Саслана, пишет, что Саслан был царем Осетии Алании из рода Багратионов. В Ахуште-Багратионе в своем труде 1745 года пишет, что Давид Саслан по отцовской линии был потомком Димитре, сына Георгия I, то есть был из грузинского царского рода Багратионов. У Георгия I, царя Грузии, было два сына от разных жен – Баград IV и Димитре. Последний добивался престола, но безрезультатно. Впоследствии он перебрался в Константинополь. У Димитре остался малолетний сын Давид, которого бабушка увезла в Осетию. Там его усыновил аланский царь из рода царазонов. Затем выдал за него замуж свою дочь. Их сын Атон стал царем Осетии Алании. Есть также одна из версий историка-кавказоведа Туманова. Работал на кафедре Джорджтаунского университета. Давид Саслан был внуком Атона, соответственно, был представителем рода Багратион. Сын Дмитрия Давид был увезен своей бабушкой, то есть Альдой, неупомянутой по имени, в Аланию, где его потомки процветали, создав местную царскую линию, из которой происходил Давид Саслан. В общем, из четырех древнейших источников, описывающих биографию Давида, в трех говорится, что Давид имел грузинское происхождение. Согласно профессору востоковедению Аугуста Алиманю, Саслан был осетинским царевичем, сыном осетинского царя Джандара, который имел грузинское происхождение и который был поставлен грузинским царем, чтобы править Осетией. Кроме того, Саслан – это вовсе не фамилия, а прозвище Давида. Хотя сегодня это очень распространенное имя среди осетин. Известно, что с самого раннего возраста он носил имя Давид. А после того, как он стал официально наследником осетинского трона, Аланы дали ему прозвище Саслан. С осетинского дословно переводится как «грозный, угрожающий». Осетинская версия исходит из преданий, так как письменных источников у осетин не сохранилась. Васо Абаев, выдающийся осетинский филолог, утверждал, что царь Саслан Давид происходил от римских цезарей, откуда, по его мнению, происходит его осетинский род Церазон. Но, как вы понимаете, данная версия Абаева кажется абсурдным и неправдоподобным. Наиболее ранние и полные сведения, касающиеся Давида Саслана, содержатся в истории и восхвалении венценосцев, написанной так называемым первым источником царицы Тамары в начале XIII века. В этом источнике Саслан именуется как «царь Давид» или как «Давид Саслан». Касаясь истории второго замужества царицы Тамары, автор истории и восхваления венценосцев сообщает, что при дворе царицы Русудан, тетке царицы Тамару по отцу, находился юноша из сынов Ефремовых, которые, суть овсы, мужи могучие и сильные в битвах. По словам летописца, юноша этот приходился родственникам Русудан, по линии ее тетки, сестры отца ее, дочери царя Давида Строителя, выданной замуж в Осетию. Поскольку Саслан приходился родственникам Русудан, то она взяла его к себе. Юноша этот, по словам летописца, был хорошо сложен, плечист, красив на вид, умеренного роста и был царского происхождения по отцу и матери. В это время Грузия считалась сильнейшей державой Ближнего Востока. Титул царицы Тамары звучал так. Царица Кавказа, царица царей и цариц, Абхазов, Картвелов, Ранов, Аланов, Кахов и Армян, властительница Шервана и Шахинского ханства, всего Востока и Запада. За четырехтысячелетнюю историю грузинской государственности она была единственной женщиной, официально обладавшей верховным титулом царь царей. В ходе правления Тамар проведены существенные изменения в устройстве государственного управления. Религиозной сфере проведены победоносные войны с захватом части переднеазиатских и ближневосточных земель. Находясь подля Тамар, Давид сделал очень многое для своего государства. Он прожил жизнь, насыщенную сражениями и политической борьбой с врагами грузинского царства. Первым военным конфликтом, в котором ему пришлось принять участие, стал мятеж Юрия, вернувшегося из изгнания. Изгнанник нашел сторонников в Западной Грузии. Давид провел несколько сражений, в результате которых войска мятежников были разгромлены. Человек, исполненный всякого добра, божеского и человеческого, прекрасный на вид, в сражениях и на войне храбрый и могущественный, щедрый, смиренный и превознесенный в добродетелях. Так характеризовал Давида Картлис Цховреба, сборник средневековых грузинских летописей XII века. Профессор Тагашвили проливает свет на подлинную историю венценосного брака. Следует отметить, что брак состоялся в условиях жесткого сопротивления грузинских знатных родов, чьи представители также претендовали на место царя-соправителя. Это объясняет неудачный первый брак с сыном Владимира Суздальского князя Андрея Боголюбского Юрем. Давид Саслан длительное время боролся с экспансией сельджуков, стремившихся подчинить грузинское царство своему влиянию. В 1195 году в Шамкорской битве Давид Саслан нанес сокрушительное поражение правителю иранского Азербайджана Атабеку Абубекру. Это дало временный контроль над Шерваном, хотя затем конфликт перерос в затяжную войну. Усиление Грузии не давало покоя правителям мусульманских стран. Среди них был румский султан Рукн-ад-Дин, который напал на правителя Эрзурума, вассала Грузии, и тем самым оказался в конфликте с Грузией. Султан организовал священный поход на грузин. Грузинская армия под командованием Давида и братьев Мхар-Грдзели двинулась туркам навстречу. Царица Тамара лично проводила свои войска до Вардзии. В 1202 году в битве при Басиане грузины одержали блистательную победу над превосходящим по численности врагом. Давид Саслан взял в плен брата самого султана Рукн-ад-Дина, который был продан царицей за лошадиную подкову. В 1204 году Грузия поддержала камниных против свергнувших их ангелов. Грузинское войско заняло крупные византийские приморские города – Лимнию, Трапезунд, Самсун, Синоп, Катиору, Керасунд, Геркалею. Образовалась Трапезундская империя, ставшая верным союзником Грузинского царства. В 1202 году Давид Саслан скончался, по некоторым сведениям был убит. В том же году царица Тамара посадила на трон своего сына Георгия Лашу, сделав его своим соправителем. Причина смерти также является спорным моментом. Грузинский историк Жордания считает, что он был убит мусульманскими убийцами – ассасинами, как и Тамар с их сыном Георгием Лаша. Однако нет указаний на место захоронения, что странно, исходя из популярности правителя среди народа. Более правдоподобным является мнение об убийстве от рук грузинской верхушки, которой не угодил осетинский царевич. Что касается места захоронения царя, существует несколько мнений на этот счет. Первым в этом вопросе был Вахушти Багратиони, который считал, что Саслан захоронен в Нузальской часовне. Однако раскопки и дальнейшее изучение показало, что хоть захоронение есть и оно мужское, с предметами войны и так далее, однако руководствоваться одной надписью «Саслан» нельзя, так как это имя являлось очень распространенным в Осетии. Более правдоподобным является мнение Тагашвили и Лалашвили, которые говорили о Гелате – усыпальнице царской семьи времен Давида Строителя, в которой затем был погребен и Георгий Лаша. Однако раскопки и этого не подтвердили. Таким образом, Давид Саслан, являясь полулегендарной личностью, сыграл немаловажную роль в истории Грузии, а также его имя прочно вошло в сознание осетинского народа и вдохновляет его на мужество, крепкую дружбу, на рыцарское преклонение пред женщиной, на героическую борьбу за свободу и независимость своей родины от иноземных захватчиков. На этом все, спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и ставьте лайки, а также при возможности подписывайтесь на ТикТок канала. Ссылку оставлю в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok